Я родился в маленьком городе, в Воскресенске, где, наверное, достопримечательность у нас была. Это химкомбинат и хоккейная команда Ледовый дворец спорта. У нас в каждом дворе были ледовые коробки, которые мы сами заливали, которые играли с утра до вечера только в хоккей. У нас очень сильная школа в Воскресенске хоккейная и очень сильные тренера. И мне повезло, я занимался под руководством Геннадия Николаевича Сердцова, который любил выигрывать. И у нас очень хорошая команда создалась. И когда он ввел нас, сколько, наверное, лет 10 до команды мастеров, мы много турниров выигрывали, хорошо выступали. И в 1982 году первый раз я вышел на лед в команде «Химик». Ну, молодым игроком, конечно. 16 лет. Да, 16 лет где-то. 17-й год был. Это были отборочные матчи за выживание. С «Динамо» играли мы. Вот, как сейчас помню, для меня это, конечно, был праздник, событие. И было даже немножко страшно. «Химик» был такой крепкий орешек, который мог дать бой самым лучшим командам в лиге. И обычно не любил проигрывать у себя на площадке для своих болельщиков. Вот у них появлялись какие-то дополнительные энергии, которые бились до конца и старались отобрать очки у ЦСКА, у «Динамо», у московских команд. Ну, естественно, все хотели быть в то время похожи на Харламова, Якушева, Мальцева. А из местной команды у нас тогда играли братья Голиковы. На них, конечно. Поэтому было на кого равняться и было за кого болеть. У нас немало хороших игроков, великих игроков, которые подают пример и в НХЛ играя, и в нашей, в КХЛ лиге играя. Я думаю, что ребята там хотят тоже быть и Овечкинами, и Малкинами, и Ковальчуками. Поэтому это здорово. Это есть у кого учиться перед сменой поколений, сменой... Ну, как бы иметь своих кумиров и у них учиться. Я думаю, что это большой плюс для молодых ребят. Мы с моим другом, партнером хоккейным, с Александром Черныхом, ехали из института, из Малаховки. Сдали экзамены и ехали. И нам позвонили из клуба. Владимир Филиппович Васильев в то время был старшим тренером. Позвонил из клуба и говорит, вас ждут в военкомате. Ну, мы, конечно, для нас было это сюрпризом, потому что вроде в институте, в то время, когда учишься в институте, дается отсрочка, пока ты его не закончишь. Ну, приехали в военкомат. Там нас ждал подполковник Овчуков, такой был в ЦСКА. И нам объявляют, что вас завтра забирают в армию. Перед тем, как принять присягу, мы приехали во дворец. Как раз там был Виктор Васильевич Тихонов, Борис Петрович Михайлов. Ну, тренера всей команды. Мы познакомились уже близко. Так мы заранее знали, потому что там, когда молодежной сборной играли, мы все жили на одной базе с первой командой, со второй командой. Поэтому, а здесь уже близко, и нам как бы дали напутствие. В это время как раз команда уходила в отпуск. И нам сказали, вот 25-й, вы должны быть восток-то восток на тренировке уже в команде ЦСКА. Вас сразу поставили в тройку к Быкову и Хамутову? Нет, это произошло, наверное, через два года после того, как взяли в ЦСКА. Сначала были, ну, как все... Как с четвертого звена. С четвертого звена нужно было много работать, трудились. И потом, вот, Виктор Васильевич перед кубком, перед рандеву в 87-м году соединил нашу тройку. Меня поставил к Быкову и Хамутову, и вот потом мы играли вместе. Первый раз мы попали как раз на карандаш после рандеву в 87-м году. Нашу тройку все вместе сразу взяли на драфт, как у них проводится драфт. Выбрали нас на драфт, и уже вели после этого, разговаривали с нами, хотели, чтобы мы уехали там нелегально. Но такой мысли даже не было. Все хотелось сделать официально и правильно. В июле месяце я подписал контракт 91-го года с Кубок Нордикс уже. И у нас была договоренность, что после Олимпиады 92-го года я уезжаю, ну, как бы официально уезжаю из клуба в Северную Америку. В сентябре были две выставочные игры перед клубом Канады в Швеции. И в последней игре я ломаю ногу, и мне делают операцию в Швеции. И Квебек, с кем я подписал контракт, предложил как бы и клубу ЦСКА, и мне реабилитироваться уже у них там в Северной Америке. Ну, все согласились, отправили меня туда лечиться. Но была договоренность, что если я успеваю восстанавливаться, то они меня отпускают на Олимпиаду. Но, к сожалению, не получилось мне стать двукратным олимпийским. Я не успел восстановиться. Карьера в НХЛ. Что можете выделить вообще в ней? Ну, выделить, естественно, результат, который я показал. Потом выигрыш, естественно, кубка Стэнли, к чему, наверное, все ребята стремятся, которые приезжают туда, и которые там играют, и местные, и иностранцы. Это конечный результат выиграть кубок Стэнли и читать свою фамилию на этом кубке. К сожалению, когда мы выиграли этот кубок, в то время нельзя было везти на родину. Ну, в Россию. И так как я там готовился и занимался во Флориде, у меня там дом был, предсезон, предсезонный проходил там, и детские турниры делали. Я привез этот кубок туда и, естественно, позвал друзей, гостей. Мы провели замечательное время. Естественно, я привез его на стадион, чтобы мальчишки с ним пофотографировались. Ну, естественно, это очень престижно. И я думаю, что всего 30 человек в этом клубе вообще во всем хоккее. И быть в числе 30 – это, наверное, тот результат, о котором ты мечтаешь и понимаешь, что не зря ты играл в хоккей всю свою карьеру. Я думаю, что первым делом нужно построить хорошие стадионы, которые будут соответствовать именно тем стадионам, в котором веке мы сейчас живем. Еще много старых стадионов. И, естественно, нужно развивать больше детский, юношеский, молодежный хоккей, чтобы наши воспитанники играли больше в своих клубах. Тогда мы можем заполнить трибуны всех стадионов. Я думаю, что будет тяжело договориться с НХЛ, потому что, ну, ребят там более профессионально. Там ребята сами готовятся. И им нужен тот отдых, который вот у них между сезоном происходит. Ну, это чисто технически надо встречаться, разговаривать. Может быть, и можно это сделать так, как кубок не делается. А другие ребята, которые играют здесь в России, которые играют в Европе, тоже нужно и на них смотреть. Идей много. Можно сделать и всемирную лигу, летать и с КХЛ, и с НХЛ играть. Там, с чемпионом НХЛ играет, с чемпионом КХЛ. Идей много, но нужно время и последовательность, чтобы это все воплотить в жизнь. Я человек не азартный, не люблю играть в карты, вообще азартный, когда выхожу на лед и играю в хоккей. И вот это мой азарт. Это хоккей как раз для тех людей, которые не смогли поиграть в то время на профессиональном уровне. И сейчас они выходят на лед, на те стадионы, на которых играют настоящие хоккеисты. И хотят реализовать свою мечту. И у них это получается, потому что из года в год ребята добавляют. И становится все труднее и труднее играть против них. Я думаю, что это, наверное, в мире нет такого аналога. То, что создали благодаря, опять же, руководству страны, тем людям, которые любят хоккей, создалась вот эта лига. Конечно, я болею за нашу сборную, потому что всегда приятно выигрывать у себя в стране. Последний раз это было 30 лет назад, в 86-м году, как раз мой первый чемпионат мира, в котором я участвовал молодым хоккеистом. Ну, много сильных команд. И канадцы, и финны, и шведы, и чехи. Ну, будем болеть за наших. Продолжение следует...